Приветствую вас друзья на канале Чуча ТВ. Сегодня очень важное и полезное видео для любого 3D-печатника. Ведь сегодня речь пойдет о качестве комплектующих для вашего девайса, а именно о муфтах из Китая для оси Z. Сперва давайте объясню для новичков, что такое муфта и для чего она нужна. Муфта это по сути соединитель между Т8 длинным винтом и валом нашего мотора. Ее задача соединить идеально соосно Т8 винт и вал нашего мотора. Для сегодняшних тестов я заказал разные муфты от разных производителей из Китая. И дешевые, и дорогие. И мы сегодня их проверим и найдем самый оптимального продавца, у которого более качественная муфта. Максимально точная, максимально правильная. Для тестирования наших муфт мы будем использовать следующий инструмент. Это часовой индикатор с магнитной стойкой, из которого мы соберем стенд. Также сам мотор, на котором будет установлена наша муфта. Ну и конечно замерим диаметры с помощью точного штангена. 50 мм на калибровке полностью соответствует. Для начала давайте замерим диаметр вала мотора. Он составил 4,98. Давайте возьмем второй мотор и замерим. 4,98. То есть разные моторы от разных производителей. То есть это стандарт 4,98. Также возьмем три разных вала Т8 и замерим у них диаметр. 7,98, 7,98. Ну и третий вал. 7,97, 7,98. То есть 7,98 это тоже стандарт для Т8 винтов. Не 8 мм, как некоторые думают, а именно 7,98. Это тоже очень важно. Первым делом давайте обратим внимание на вот такую жесткую муфту. Давайте вставим в нее вал Т8. И видим, что она люфтит просто ужасно. Потому что внутренний диаметр не соответствует. Тут в районе где-то 8,3 мм. Что нам совершенно не подходит. Та же самая ситуация здесь происходит и с меньшим отверстием. Люфт просто ужасный. Здесь очень важно, чтобы наш вал был в притирку, очень плотно заходил, а не люфтил. Некоторые из вас скажут, так здесь же есть регулировочные такие вот винты. Да, вы правы, друзья. С помощью этих винтов можно выставить в этой плоскости наш вал. Ну а как же с этой плоскостью? То есть закрутив эту плоскость, здесь она у нас будет люфтить. И мы никак не сможем выставить правильно. Поэтому соосность поймать на такой муфте будет очень тяжело. Как альтернативу такой жесткой можно выбрать, например, пружинную муфту. Но такие муфты зачастую используют в жестких конструкциях, например, ШВП. Дело в том, что вал самого ШВП, он, во-первых, более толстый, чем Т8 винт. При этом с обоих сторон он крепится опорами. То есть вал у нас не двигается ни в стороны, ни в бока. То есть он намертво жестко фиксируется на этих опорах. Поэтому использовать такие вот гибкие муфты как раз оправданно именно на ШВП. Но использовать такие гибкие муфты на Т8 винтах не особо оправданно. Потому что вся нагрузка портала или же стола ложится как раз именно на эту пружинную муфту. Которая может прогибаться, растягиваться, разжиматься и даже смещаться в стороны немного. Поэтому все-таки лучше отказаться от гибких муфт. Ну а самым, друзья, идеальным вариантом является именно разрезная муфта. В отличие от жестких муфт, здесь у нас есть вот такой вот разрез. Прижимая двумя винтами мы можем индивидуально фиксировать отдельно как вал Т8, так и вал мотора. И тем самым убрать любые люфты и получить максимальную соосность. Но здесь очень важно, чтобы технология изготовления была правильной. Такой вот полнотелый цилиндр без отверстий, без вырезов. Вставляется в оправу, а вернее в приспособу нашего токарного станка. Наружный диаметр, естественно, предварительно шлифуется. Выставляется идеальная точность и так далее. После этого рассверливается внутри отверстие диаметром не 5 мм, как вы подумали, а 4,98, как стандарт нашего мотора. После этого переворачивается и рассверливается отверстие диаметром не 8 мм, а 7,98, как у Т8 винта. Это тоже стандарт. И вот после этих только операций делается разрез вот здесь и разрез здесь. Вот это правильная технология изготовления вот таких вот разрезных муфт. Но китайские инженеры не всегда придерживаются таких вот методик. И делают как попало. Поэтому мы сейчас это все проверим на опыте. Здесь у меня, друзья, 5 муфт от разных производителей. И вот такая вот черная даже от Creality Ender A3. Давайте проверим их на точность. Устанавливаем на наш мотор и фиксируем. Т8 вал мы сюда вставлять не будем, потому что, обратите внимание, на нем нарезанная резьба. И, соответственно, это не позволит нам точно замерить нашим часовым индикатором. Ну и к тому же он большой, длинный, тяжелый и не особо удобно с ним делать замеры. Поэтому, покопавшись у себя в мастерской, я нашел подобный вал, у которого диаметр 7,98. Идеально точно совпадает с диаметром нашего Т8 винта. Вставляем вал и фиксируем. На магнитной стойке перемещаем рычаг на ON. То есть поджимаем к стенкам магнит и подводим к нашему мотору. Вот так. У нас мини-стенд почти готов. Теперь осталось только выставить правильно часовой индикатор. Давайте проверим биение. Составило 2,5 десятки. Что очень много для любой из муфт. То есть эти 2,5 десятки, естественно, отразятся на втулке. А втулка на нашей каретке. То ли это будет портал, то ли это будет стол, который поднимается. И он, естественно, будет вот так вот бить. И это, естественно, приведет к дефекту печати воблинг. Так что качество муфты, как видите, здесь не самое лучшее. Давайте заменим муфту и попробуем какую-нибудь другую. Берем следующую. Вставляем наш вал. Также фиксируем. Здесь вообще, ребят, посмотрите, что происходит. Это вообще какой-то ужас. Чуть ли не полмиллиметра у нас биение. Это никуда не годится. Такая муфта работать качественно не будет. Давайте опробуем следующую. Может, хоть с этой повезет. О, ребят, смотрите, эта муфта уже поинтереснее. Здесь у нас биение 1 десятка. Такую муфту, в принципе, можно рассмотреть как вариант. Так, берем следующую. Также вставляем вал. Здесь у нас полторы десятки. Но это не очень хорошо. Поэтому такую муфту тоже не особо рекомендую использовать в работе. Некоторые из вас, ребята, скажут, что это дешевые муфты, поэтому что-то хотел от них. Вот эти вот муфты, они покупались в разную стоимость. Некоторые по доллару, некоторые по 50 центов. А некоторые вообще по 3-4 бакса. И цена здесь не имеет никакого отношения. Здесь вопрос не к качеству обработки. Не к оборудованию, на котором это все делалось. А к тому, что здесь неправильно были сделаны изначально отверстия. Неправильный диаметр. То есть у нас происходит несоосность с мотором. Давайте возьмем вот эту еще муфту. Может, с ней повезет. Нет, наверное, все-таки такую муфту лучше не пробовать в работе. Так как 12 соток это тоже немало. Ну и давайте, конечно, замерим эндеровскую муфту. Может, она нас порадует. Здесь у нас ровно десятка. Скажем так, терпимо, но не особо хороший результат. Все-таки биение есть. Но это, друзья, еще не все. Ко мне сегодня приехали вот такие вот 3 разрезные муфты от магазина 5А+. Это китайский магазин. Я никогда у них ранее ничего не заказывал. И вот решил попробовать. Может, тут повезет. Самое интересное, что они стоят копейки. Я отдал за них 3 доллара за 2 штуки. А они мне что-то выслали 3. Ну и на этом спасибо. Пригодится, как говорится, для наших дальнейших модернизаций. Устанавливаем на мотор. И хорошенько тоже фиксируем. Обратите внимание, у нас здесь 1,5 соточки. И здесь 3 соточки. То есть, где-то 4-5 соток биения. Блин, ну это круто. Это один из лучших результатов на сегодняшний день. Может, просто повезло. И эта муфта хорошая. А вот эти вот давайте тоже тогда проверим. Я при вас это все, как говорится, без перемоток. Без ничего снимаю. Вот так аккуратненько. Отставляем вот сюда, давайте поближе. Берем следующую. Вставляем. Быстренько фиксируем. Наверное, повезло, ребят. Так. И фиксируем на нашем стенде. Вот так. Выставляем наш 0. Вот так. Вот так. И проверяем. Нет, ребята, опять соточек. Ну, может быть, 6. Здесь соток. То есть, это, в принципе, очень даже неплохо. Ребят, ну класс. Реально, качество просто обалденное. Вот что значит правильно просчитали зазоры. Ну, давайте уже и третью проверим. Ну, реально, просто интересно. Все ли такое качество у них. Или, может, просто тоже повезло на второй. Давайте ее тоже поставим. Тоже без перемоток, без склеек. Видео, как некоторые мне говорят. Что я все мошенничеством занимаюсь. Склейками видео. Так. Вставляем. И фиксируем. Кстати, я всегда подтверждаю в фейсбуке, если кто-то сильно уже допечет. Выкладываю оригинальные видео без склеек. Ну, из-за того, что там постоянно повторяются одни и те же фразы. То есть, это мне просто приходится физически монтировать видео и уменьшать, обрезать, чтобы просто не растягивать его. Это единственная причина, почему приходится делать склейки и монтаж. Вот так вот зафиксировали. Выставляем снова. У нас 0. Ох ты, ема. Так. О, ребят. Да ладно вам. Ну, здесь у нас получается 5, где-то 6, 6 соточек дает. Чуть больше. Может 6,5. Не, ну, это уже, друзья, результат. Это показатель качества. Три наши муфты из одного и того же магазина дают практически идентичный результат. И самое главное, с минимальными отклонениями. 5,6 соток это уже то отклонение, с которым можно работать. Но самое обидное, это то, что я потратил кучу времени и кучу денег на вот этот вот ширпотреб, который купил в разных магазинах. Вместо того, чтобы сразу купить в том же 5А+, где, во-первых, качество намного лучше и, самое главное, низкая цена. Кстати, некоторые из вас, ребята, наверное, заметили, что у меня здесь на столе присутствуют два топовых ультралегких директ экструдера. Вот такая вот сборочка. Это новая сборка от компании 3DWell. Это израильские ребята. Обзор скоро появится. Это реально шикарная вещь для нашего летающего медведя. Новая доработка, новая модернизация. Это как раз для тех ребят, кто ценит качество, надежность, удобство, в первую очередь, и стабильность печати. Это просто ультралегенький такой вот маленький директ экструдер. Уже полностью собранная голова. Ничего не нужно заморачиваться. Ничего не нужно печатать, собирать, скручивать. Ну, реально очень круто. А также протестируем, друзья, новый ультралегкий директор компании Mellow Store. NF Sunrise Extruder. Они его допилили, доделали. Устранили все мои замечания, которые были. Ведь это премиальный продукт. И, соответственно, качество должно быть на высочайшем уровне. И за это огромное спасибо мэловцам, что они слушают, прислушиваются и вносят корректировки. Обзор на этот девайс будет тоже в ближайшее время. Мы его поставим на Sapphire Plus. Так что, друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и не забудьте поставить жирный лайк. С вами был Макс. До новых встреч. Пока-пока.